Всем доброго времени суток, друзья! Это телегид и я, Анна Троян, ваш личный гид по медийному пространству нашего канала. В ближайшие дни на ЛРТ будут максимально насыщены паранормальными лентами. Так что готовимся щекотать свои нервы. Подробности расскажу далее. А ты боишься темноты? Ну что ж, проверим вечером в среду. Одинокая замкнутая девочка переезжает в старинный особняк времен 19 века. Исследуя дом, героиня находит потайной подвал, куда никто не заглядывал с момента загадочного исчезновения архитектора здания. Сама того не желая, Салли выпускает на свободу древние порождения тьмы, которые собираются затащить ее в страшную бездну. Чем обернется любопытность девочки, увидим в картине «Не бойся темноты» 24 мая в 20.45. В четверг, мои друзья, вам предстоит познакомиться с настоящим экстрасенсом и поверить, что люди со сверхъестественными способностями все же существуют. В начале 20-х прошлого века многие интересовались окольными практиками и вызывали духов. По крайней мере, так считала специалист по мистификациям, которая активно разоблачала шарлатанов и мнимых колдунов. Однако однажды героиня-скептик приезжает в загородную школу-интернат, где пугающая встреча со сверхъестественным заставляет ее изменить свое мнение. Подробности смотрим 25 мая в 20.45. Пугающая встреча со сверхъестественным заставляет ее изменить свое мнение. А в пятницу вас ждет не менее захватывающая сверхъестественная история об экстрасенсе, но уже нашего времени. Главный герой Джон обладает паранормальными способностями, которые помогают ему завладеть нужной информацией. И вот, он берется за расследование дела, которое связано с целой серией убийств. На его пути встречается Анна, которая очень напугана всей этой ситуацией. Герои уже не помогают его способности, и без них в таком сложном деле Джон остается слеп. Создается впечатление, что девочка либо просто жертва, либо на самом деле убийца. Подробности узнаем в ленте «Экстрасенс 2. Лабиринты разума» 26 мая в 20.45. Начинаем. Сейчас. Мы рады, что ты теперь с нами. Ты ведь любишь девочек? Это все на нашу ребенок! Возможно, неделя была трудная, и времени посмотреть новости городского округа Люберца у вас просто не нашлось. В выходные наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10.00 и 19.30. В воскресенье зрителям ЛРТ предстоит увидеть солнечный, но очень грустный фильм Гаррика Сукачева о временах его юности, эпохе советских хиппи. Неожиданная встреча Саши с лидером субкультуры изменила всю ее распланированную жизнь. И нет ничего удивительного, что она влюбилась в этого загадочного парня. Полупустая Москва, виды Крыма, мороженое по 17 копеек, джинсы-клеш, жажда свободы и, конечно же, любовь. Все это смотрим в ленте «Дом солнца» 28 мая в 20.30. Девчонки. Тущая моя. Ну что, девчонки, давай знакомиться? А еще в воскресенье прямо перед сном вам предстоит прогуляться по столице любви – по Парижу. Наша героиня, роль которой исполнила Екатерина Гусева, летит в столицу Франции. Там при очень странных обстоятельствах она встречает мужчину, который ранен. Девушка, конечно же, соглашается помочь этому крайне симпатичному парню. Потом наши герои вместе проводят время. И, как оказалось, этого было достаточно, чтобы между ними возникли теплые чувства. Как закрутится этот курортный роман, смотрите 28 мая в 22.45. Вы провели несколько часов в самолете вместе и уже так хорошо знакомы. Не мне не скажите, что вы уже ревнуете. Вы меня ревнуете? Угу. Ну вот и все, друзья. Это был Телегид. Заходите на наш официальный сайт www.lrt.tv. Там вы узнаете актуальную информацию об онлайн-трансляциях, а также увидите, как происходит запись программ. А еще за жизнью ЛРТ вы можете следить во всех соцсетях. Подписывайтесь. С вами была Анна Троян. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин